добрый день дорогие друзья давайте сегодня поговорим немножко о карме о том как карма влияет на формирование реальности как она вообще встраивается и как что такое линия судьбы человека если языком нашего подсознания это все если из бессознательного достать и выложить это на поверхность вот грубо говоря у нас подсознание у нас подсознание есть даже лучше начнем не так давайте посмотрим что такое душа и и структура у души есть часть души которая относится к другой матричной структуре а есть выше я выше я выполняет функцию она надувает такие вот шарики это делается еще до того как человек пришел в эту жизнь формируется подсознание человека и вот здесь такие энергетические шарики здесь содержится энергия плюс информация а на самом деле для нас это ресурсная травма и выше я она дозирует наполнение энергией вот эти вот все штуки это его функция да и в обратную сторону к душе передает что отработано что не отработано то есть через вот эту штуку душа на жизнь формирует сценарий и получается вот у человека будет некая картина реальности и согласно сценария первая ресурсность но травма формирует какой-то событийный ряд из этого сценария извлекается опыт он прописывается возвращается к душе информации какой опыт извлечен потом одна ресурсная травма заканчивается пошел второй опыт потом третий опыт и так прописана судьба человека но у человека якобы есть выбор и человек мало того что если он не прорабатывает этих травм проживает этот опыт он еще добавляет какие-то свои дополнительные вкрапления эмоциональные то есть зависимости от того из каких состояний он выходит он какой-то еще сюда свою часть добавляет говорит допиши сценарий вот я еще хочу этот опыт прожить вот так вот так здесь мы отягощаем здесь мы чуть-чуть облегчаем и вот весь выбор человека это вот как как дописать уже имеющийся сценарий судьбы так называемые точки выбора и получается что наша душа наша душа по сути видит видит картину реальности вот человек вот эта картина мира которая формируется которую мы наблюдаем картина реальности или сюжет сюжет фильма под названием жизнь душа получается пишет через вот эти ресурсные травмы и получается режиссеру в рубке имеет ресурс энергетические разворачивается ресурс проживается на эти ресурсы на эти деньги снимается фильм под названием жизнь и душа опрется проигрывает определенный сценарий а для того чтобы вот эти вот энергетические штуки каким-то образом были привязаны к физическому телу также они никак не привязаны у человека есть структура днк и в днк есть такие определенные метельные метки информационные И вот эти метки, когда человек еще находится во внутриутробном периоде, когда формируется тело, в этих метках метельных в ДНК, к каждой меточке привязывается вот такая история. И эта история в дальнейшем идет на развитие сценария. То есть, грубо говоря, основные сценарии, вот эти вот, травматические, они привязаны к информационным меткам в ДНК. Но есть еще полученные в результате жизненного опыта, которые человек добавляет, усугубляет или облегчает свою карму, да, они получены уже в процессе жизни, и человек каким-то образом изменил. Так вот, меточка отработана, карма закрыта, и человек имеет какой-то опыт и отчитался об этом опыте души. Круг замкнулся, да. Вот, вот так примерно выглядит травма с точки зрения нашего подсознания. И так как вот эта тема уже была актуальна и людьми начала осознаваться еще в конце прошлого века, то возникли разные варианты, каким образом можно зацепить вот эти информационные метки. Они на самом деле были открыты совсем недавно, году, наверное, в 2014 или 2012, не помню. Можно посмотреть в интернете. То есть они официально были доказаны и отнесены в эпигенетике, рассматриваются там метельные метки, так как в метельной группе привязываются и так далее. Но нас не химия тела интересует сейчас, нас интересует работа вот с этими вот метками. Если вот в этих метках на уровне ДНК прописана вся кармическая информация, весь сценарий неосознанный на жизнь, вся судьба, то что будет, если мы вот эти метки осознаем и закроем на уровне ДНК? Это значит, что мы, по сути дела, вот так вот вычеркнем весь этот сценарий, а вместо него заберем энергию отсюда, вот эту, сформируем огромный ресурс, и это будет свой сценарий на жизнь. То есть мы говорим Богу, мы начинаем осознанную жизнь. Мне не нужна травматическая карма, я хочу играть по своим правилам, я хочу создать свою игру, и в своей игре я хочу иметь свою реальность, ту реальность, о которой говорил Вольф Мессинг. Так вот, для того, чтобы вот это случилось, надо каким-то образом вот эти меточки-то и затереть. А это меточки, заметьте, о серьезных ДТП, о серьезных заболеваниях, еще о чем-то. То есть это жестяк такой, который в жизни творится. И вот есть у нас вот, мы знаем, что они прописаны в перинатальный период, и теперь как нам выхватить их информационно? Так вот, были очень умные люди, которые додумались, что если на основные травмы наложить метафору, метафору, она понятна нашему сознанию, программе ума, и она понятна нашим чувствам, метафору, например, с рождением, с перезачатием, с яйцеклеткой, с перматозоидом, с проживанием всего травматического опыта за период перинатальный у человека до момента рождения, то есть шанс, что основная часть вот этих вот меток будет затерта. Более того, психологи обнаружили, что есть основных, основных точек, где содержится максимальное количество информации об инстинктивных реакциях человека, и, соответственно, о кармических вот этих вот моментах, то есть они там будут взаимосвязаны, что таких точек семь, всего семь. Это из мощных точек. А если уже там мелкие еще рассматривать, то их там всего 22 или 24, не помню. Но если мы наложим метафору и позатираем вот эти вот штуки, то у человека начинается в жизни трэш. То есть, грубо говоря, Богу заявлено, и средства собраны на полностью осознанный сценарий, и этот сценарий будет полностью соответствовать замыслу души. Причем не к кармическому, мы же отсюда все сознания изымаем, все. То есть душа набирает невероятное количество баллов в развитии, идет резкий рывок вперед, ее несет на более высокие частоты, и там, вот я и поэтому нарисовала вверху, потому что частоты здесь значительно выше, там формируется радостный сценарий в радости, в любви, в счастье и так далее. Человек может написать другой жизнь, космос просто для себя, но это уже осознанный выбор. И вот человек, который начинает заниматься вот такими вот уже техниками, а техники на эту тему есть, и я это рассказываю не просто так, потому что в нашей задаче входит с 29 числа в программе «Круга», именно на «Круге» запустить вот эту вот тему, тема глубиннейшая, и она практически, мы просмотрели все вперед, как будет реализовано, какие результаты будут у людей, те, кто попадет, не попадет ни одного лишнего человека и так далее. Мы все это дело наперед просмотрели, расписали, расставили, все, что мы знаем по моделированию реальности, не буду сейчас раскладывать. В общем, суть в том, что у человека, который проходит вот этот трансформационный курс, у него в жизни начинается трэш. Трэш будет длиться определенный период до месяца, но основная нагрузка выпадет на первую неделю. Этот трэш будет заключаться в чем? У него полностью начнет меняться картина реальности под сценарий души, то есть осознанное формирование без вот этого вот всего. Человек, если он занимался нелюбимой работой, ему очень надо быстро будет перестроить картину реальности, где он занимается любимой работой и прется. Если он в семье проявлялся как-то, и у него были какого-то типа отношения, они будут перекроены так, как надо душе. Если у него было здоровье, оно будет перекроено под то, как надо душе и так далее. И здесь происходят невероятно магические вещи, но сначала человек очень сильно колбасит. И возврата назад вот к этим вот травмам, их потом уже не придумаешь новых, да? То есть сказать, вот сейчас я позанимаюсь, а потом, если что, я вернусь, откачу назад. Назад не откатите, дорогие друзья. Наше, конечно, подсознание, точнее наше высшее я в данном случае, часть подсознания нашего, оно ведь имеет под эти травмы соответствующее эго собранное, и программу ума. И эти программы, и эго, и ум, они же на основании вот этого опыта тоже видоизменяются. А тут мы весь опыт оптом заберем. И опыт резко так на осознании возрастет. Соответственно, и эго, и ум станут на порядок крепче, да? И это значит, что они трэш устроят в жизни такой достаточно приличный. Но у нас есть еще высшее я. Так вот, высшее я, оно никуда не денется. Оно четко, если мы там не сможем свой сценарий выполнить, оно придумает новые ресурсные травмы, перекачает энергию с другого матричного уровня, для того, чтобы тут ресурсы у высшего я, все в распоряжении, оно это дело очень хорошо делает. Но тогда будут вот эти вот травмы ресурсные уже другие. И в любом случае расклад событий и ныряк будет уже другой. Не тот. И если человека посмотреть до такого трансформационного тренинга, то у него будет один, два, ну, три варианта развития событий в жизни, да? Все остальное называется судьба и карма. То после такого тренинга вдруг судьбы и кармы не оказываются. Они оказываются, но их вариантов сюжетных линий там будут уже десятки, да? И человеку хочешь, не хочешь, придется включать мозг и смотреть с позиции бессознательного, что сейчас в его жизнь прилетает. И уже ответственность себя никуда не сбросишь, потому что будет полное осознавание, что, господа, это ваша картина реальности, и она формируется в вашей голове. Так, я не знаю, насколько я понятно объясняю, но... Если у вас есть запрос, и вы готовы, готовы осознанно изменить сценарий своей судьбы, например, изменить отношения, если вас что-то не устраивает, изменить здоровье, изменить жизнь, возможно, найти себе ресурсы на то, чтобы начать все-таки проявляться творчески, начать слышать свою душу. Для тех, кто хочет заниматься инфодайвингом, это вообще обязательная программа, потому что она убирает невероятное количество мусора из вашей психики и просто обеспечивает вот эту прямую связь с душой, прямой коннект. А именно с него мы и берем информацию, мы же идем к своей душе. То есть мы устраиваем круг длиною 28 или 32 часа, не помню, сколько он там по времени получается. И на этом круге мы поднимем все реперные точки, все кармические моменты, которые есть у людей. Почему я знаю, что будет это работать, четко знаю, я смотрела. У людей, у всех лежат идентичные программы, они связаны с программами коллективными, потому что они участвуют в создании коллективной реальности. Мы будем все вот это коллективное начнем сносить. И вам придется, хотите вы или не хотите, развивать индивидуальные. И проявлять свои индивидуальные способности, те, которые реально божественные и уникальные. Весь мусор будем убирать. Будет задействована магия, будут задействованы ресурсы, которые у вас хранятся внутри, будет задействована мистика. Мистики будет много. На самом деле. И во время работы будет возможность узнавать, корректировать и слышать свою душу. В этом буду помогать и я, и Андрей. Мы будем корректировать, помогать, услышать. И те моменты, которые действительно будут выстреливать у людей, чтобы они смогли быстро-быстро услышать себя. По мере, насколько будет возможность. Я не знаю пока глубину. Ну, не у всех получится, но будут люди, у кого выстрелит инфодайвинг тоже. Страшного в этом ничего нет, потому что с одной стороны будет дополнительное поле, с другой стороны будут задействованы все ресурсные состояния, которые связаны с душой. В данном случае мы будем действовать ровно в рамках души. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Все в коннекте с душой человека. Участие в данном курсе может быть онлайн. Курс проходит впервые, он у нас экспериментальный. Это курс по эпигенетике. Если участие возможно онлайн, можно участвовать вживую. Все равно команда выстроится в синхронном порядке. Вживую занятия будут проходить в нашем офисе. Группа будет небольшая. Группа будет небольшая. Мы набираем всего 10 человек. Те, которые живьем. Это будет дороже, чем те, кто участвует онлайн. Можно участвовать онлайн. Эффект будет и там, и там. Эффект будет классный. Главное, чтобы вы свое решение приняли осознанно. Данный курс будет сохранен в видеозаписи. Мы пока все сделаем так, чтобы на русскоязычном пространстве об инфодайвинге остались видеокурсы. А вот если будет желание присоединиться и сесть еще в этот поезд в режиме либо онлайн, либо живьем, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь. С 29 числа этот курс стартует. В его рамках будут там проведены еще другие эксперименты, но это уже будут знать только те, кто... Будут предложения сделаны только тем, кто участвует прямо там. Суть я рассказала. Есть о чем подумать. Страхов здесь нет никаких. Работа идет стандартная. Ну, слезы, сопли будут. Смеха будет вот так. Ржать будем постоянно, потому что нам надо будет трансформировать все ресурсы в высокочастотные. А это все через смех. Кроме того, вы знаете, почему мы много ржем? Дело в том, что наш мозг очень интересно устроен. И чем он отличается от искусственного интеллекта? Искусственный интеллект, если его ввести в состояние парадокса, то он клинит, он не может выдать уникальное решение. А человеческий мозг смех воспринимает как парадокс. И когда возникает состояние парадоксальное, которое не может объяснить мозг, он резко расширяется в качестве опции своей. И у него резко расширяются способности. Способности слышать, видеть, изобретать. То есть он полностью открыт для коннекта. Для коннекта с Богом. Для коннекта со своей душой. Для коннекта. Можно сказать с высшим разумом, но надо понимать, что мы же часть этого высшего разума. То есть для коннекта с самим собой. Есть о чем подумать, есть о чем помедитировать. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья!